В общем, едващий человек начинает ходить, если то эта притча сразу ему известна. А вот толкование, он будет познавать ее всю жизнь. Не такая простая эта притча. Одно то, что такое масло. Почему заснули? И почему упрека нет за то, что заснули? Иеретики все говорят, что заснули, это ослабели духовно, охладели. Я говорю, если они охладели, то охладели те и другие, написано, заснули. А почему упрека нет за это? Иоанн Заталут говорит, что заснули, то есть умерли. Друг наш Лазарь уснул, то есть умер. А жених замедлил, означает, что 2000 лет его нет. И раздался крик. Какой крик? А вот жених идет. При последней турбе архангела, ибо вострубит вот этот крик. Архангельская труба. Так, и написано, что неразумное, взяв светильники свои, не взяли масла. Мы сейчас говорили о разуме, об уме. И в евангельском чтении опять говорится неразумное. В других переводах написано глупые. Я смотрел там по-английски, по-немецки, безумные. В русском языке еще как-то снисходительно. И что они получили за это? А мудрые отвечали, когда стали просить, они говорят, дайте нам вашего масла. А что такое масло? Иеретики все говорят, это Дух Святой. А Дух Святой никогда нашим не бывает. Один ответ. Они просят вашего масла. И Дух Святой не покупается. Мудрые говорят, идите и купите. То есть, они знают, где сами добыли. Поэтому этой же дорогой посылают и их. Куда? К нищим, к сиротам, к вдовам. А когда это будет? А написано, тогда Царство Небесное будет тогда, а впереди стоит о Страшном Суде речь идет. 24 глава, потом на главы разбили. На Страшном Суде, и они куда-то пойдут. Да там никто никуда не пойдет. Там уже все, притянули. Сеть к берегу подтянута, написано. Куда же ты опять в море пойдешь? Умом своим. Вот я был. О, этот момент я пропустил. Вот тут-то мне советовали, я все на своем давил. Мне надо вот так, я уже решил так. Вот метнулся, а ничего уже нет. И они вернулись-то ведь ни с чем. Дверь-то закрыта. По слову Божию мы должны увидеть, что это такое. И в жизни церкви были ли такие моменты, чтобы за счет кого-то, дайте нам вашего масла. Я стал исследовать и нашел, что это индульгенция. Да? А что такое индульгенция? Слово индульгенция означает снисходительность, милость в переводе с латинского языка. Это такая грамота, которая утверждает, что человек упрощается грехи. Она дается от имени Папы, за деньги или за большие заслуги перед церковью. Спрашивается, а за что? Как? Придумали сверхдолжные дела. Католики, они очень умные. И они стали высчитывать. Вот человек должен творить дел, ну по-нашему сказать, если каждое дело там по килограмму, 5 тонн. А у Божьей Матери 5 миллионов тонн этих. Ну я на тонны перевожу, а если в рублях, то еще, наверное, больше. Так вот, она отдала эти сверхдолжные дела, свои сверхдолжные, надо 5. А у Ани-то 5 миллионов у ней насчитали. И теперь уже от имени Папы эти дела они определяют. Сколько ты? Ты сблудил. Не верься на жул. Так, они смотрят, у них реестр. Так, снисходительность оказать, это индульгенция, снисходительность. Ну прощается, 453 рубля и 38 копеек. А если с монахиней сблудил, тогда уже больше. 3 тысячи 470, если это мирянин. А если монах с монашкой, тогда уже 10 тысяч 753 рубля и 44 копейки. Все абсолютно точно подсчитано. Снисходительность. Вот что такое снисходительность. Где вы слышите снисходительность, это означает экономия. Не экономия, а экономия. Например, напротив этого слова в церковном лексиконе стоит акривия. Акривия тут у нас здесь строгость. Хотя в Слове Божьем написано так, в откровении. Вина и Илея не повреждай. Вино это строгость, а Илея это размягчение. И когда самарянин набрел на раненого, то написано, разливал вино и Илея. И в откровении говорит сошедшее с Виной и Илей не повреждай. То есть надо быть и строгим, и в то же время вовремя ослабить. Отцы, не будьте слишком суровы с детьми. Если ребенок все правильно делает, так ты приголубь, ты одобрен. А не просто, ты отец, у тебя силы больше и долгий в каждый день. И ребенок уже не знает, что и делать. Как Господь с нами разговаривает? Разговаривает через Слово Божие. Папу придумали продавать какие-то дела. То есть дай нам вашего масла. Масло оказывается добрые дела. А откуда это известно? И Слово Божие. Говорится так. Итак, да видят люди свет ваш, и да прославят Отца вашего небесного, видя ваши добрые дела. Свет от дел горит. И там светильники гаснут. То есть нет дел милосердия. Притча Соломона, 23 глава, 23 стих. Считаем. Купи истину, не продавай мудрость, учение и разума. А там, соответственно, они пошли покупать. Это все надо делать только при этой жизни. Я нашел, что все папы, которые занимались продажей сверхдолжных дел, то они за того, что там очень много лишних дел, и тоже они ими торгуют, и никак не расторгуют. Вот столько он им дал. Они у каждого святого нашли, а у пустынника там вообще, и поэтому могут хоть сколько торговать, и все, дел там остается на складах очень много. Вот на этом вся индульгенция построена. Нам все, смешно слышать это? Да ведь это целая страна. Речь идет об одном миллиарде католиков, и индульгенция сегодня у них действительно. На сегодняшний день она все еще у них в силе. Никто не отменял. А только утверждали. А тут написано, купи истину. Вот если бы пошли эти папы за истиной, и нашли Слово Божие Библию, и стали считать, и не продавали этой мудрости свои учения и разума, то, конечно бы, им надо всем было покаяться, и сказать, мы вас обманули. Надо в жизни своей, сердце свое отдать Иисусу Христу. Надо его принять как Спасителя. Поверить, да, я грешник. Но мои грехи Бог взял на себя. Сын Божий понес беззаконие наше. Ранами его мы исцелились. Пророк Иеремия, 13 глава, 1 стих, говорит о том, что нужно купить. Ему Бог повелевает. Я посмотрел слово купить, и очень мердетко встречается. Прямое повеление всего 4 раза нашел. Даже как открытие какое. В первую очередь говорит, купи себе не мой пояс. Повеление, пояс купить. А у нас без пояса все еще ходят некоторые. Приходят, снимают, и вижу дома уже. Дурители говорят, купи себе, Бог повелевает. А для чего? Как пояс твоим чрестам всегда целый. А если ты, говорит, сними, зарой в камень. Он пошел, он сгнил. Вот так вы, когда от меня удаляетесь, то это не просто, и вы сгниваете. Будь как пояс вокруг заповедей моих, опояшься близостью к Господу. Другой раз говорит так, купи глиняный кувшин. Я говорю, а для чего глиняный кувшин? Значит, из первого случая пояса я нашел подтверждение, надо купить мудрость, быть всегда рядом с Богом. Никуда не отдаляться. Библию держать в руках. Сходится с делами. Это масло. И надо было купить в этот кувшин. А кувшин такой, говорит, драгоценный. Выведи старейшин, покажи ему, скажи, красивый. Да, сосуд цены ему нет. Они тоже умели делать. Умельцы там. А теперь подними его над головой, и как ударь его, чтобы осколка не осталась. Вот так будет с Иерусалимом. Я так его расколочу, Господь говорит, что от Москвы праха не останется. Она вся сгорит, великое блудница. Я перевожу на сегодняшнее. Вы поняли? Вот это и означает, что самое ценное, то есть разум мы своим постигнем, но если отступает это от Бога, квартиры наши, ценности, семейные отношения, Бог все разрушает. Ничего не останется. Евангелие от Луки, 22 глава 36 стих, Господь говорит ученикам, идите, купите меч, посылает. Продай одежду, купи меч. Ну, меч для нас это слово Божие, другого толкования нет. На что-то у тебя денег нет, но Библию обязательно купи. Евангелие в доме предохраняет от воров, от напасти, от злых демонов, говорит Янглата Лук. Чтобы у тебя Библия была на столе все время, и каждый день ты открывал ее. Ты посмотри, как ваши домашние к Библии будут относиться, как часто они будут брать, как будут обходить. И чтобы сверху Библии ни одна бумажка не лежала никогда, даже молитвы не ложитесь. Библия превыше всего в сознании, превыше всего она у нас находится. Мы должны воссылать Богу благодарность за то, что Бог оказывает нам милость. А оказывает через кого-то. И апостол Павел во втором послании Коринфянам 12.4 Говорит о том, как люди, которые творят милосты, нуждающимся помогают, они в ответ вызывают великую благодарность Богу. Вот это то самое масло, с чем мы явимся. Кто за нас молится, благодарит, он сосуды наши наполняет елеем благодарности. Итак, масло и вино возбивал, написано 10 глава 38 стих, Евангелие Павлики, нашедшие на него. Это и обличение строгости. А зачем ты пошел в Верихон? Ну даже строго сначала вы, и видя, что человек уже сокрушился, ну тогда можно принять, чтобы он излишней печали не был отвергнут. Зачем ты туда пошел? Зашел в это кафе, зашел в ресторан, раздели, шапку сняли, все, тебя отобрали, набили тебе и все. Я не знаю, я даже не верующий был, пришел я уже 23 года, ни разу ни в одно это учреждение не зашел. Хотя каноны разрешают по великой нужде даже священнику-монаху зайти в столовую и пообедать. Это не запрещается. Ну прийти, там уткнулся, тарелку поел, и скорее выходить. В постное время начать, пища постная и прочее. Ну ты разумный человек, зачем ты туда идешь? Писание говорит такого, человека, который ходит туда, мало того, еще другого приводит, ты его строго обличи. Тебя Бог помиловал в почетной молитве. И видя, что он сокрушился, как блудник коринфский, тогда окажите ему милость. Это масло возвейте. Вина Елея не повреждает. Но сначала вином. Доведи его до состояния покаяния, сокрушения. А у нас Вова только сказал, он даже, я еще и Елею не успел в руки взять, он уже сбежал. Его уже и нет. А он меня оскорбил, а он меня там назвал. Если Господь позволит завтра на богослужении, как раз такое и вам искащение, я объясню все эти эпитеты, которые Бог дает человеку. Об этом и о том, что Господь нас любит, обличает, заставляет светильники держать негаснущими, говорит пророк Иеремия, 32 глава, 8 стих. Иоанна, 13 глава, 29 стих, сказано о том, как Господь посылает ученика своего купить, что требуется. А ученики подумали, наверное, для праздника что-то нужно. А он сказал, что делаешь, делай скорее. А они подумали, что он купить. А такой намек на это. Когда с нами говорит Господь, мы должны однозначно понимать, что нам Господь хочет сказать. Не перетолковывать. Мне пришлось слышать, как маленькие дети Слово Божие считают дома. Родители оба верующие. И вот мой учитель, с которым я обратился, пришел к ним дядя Миша и этот маленький тоже Миша. И он говорит, дядя Миша, а вот смотри, как написано в Библии. Папа меня за двойку-то отодрал сегодня. А в Библии написано, а сын не будьте суровы с детьми. Он говорит, ты смотри, какая у тебя Библия хорошая. А он достает свою Библию и говорит, а вот написано. Если дети не слушаются, не жалея розги, он посмотрел, закрыл, дядя Миша, у тебя плохая Библия. Он свою Библию уже дома это узнал, да ты все прочитай. Если Адаму было сказано нехорошо человеку быть одному, не женатому, его Бог выгнал, у него и одежи нет, погреться нет, двоим-то, конечно, легче. Какое это отношение к нам имеет? Сегодня все время, надо считать, под венцом будете иметь скорби и печали. А мне вас жаль. А уж какие скорби жената терпит. И скорби, болезни будешь рождать. Это не главное. Вот она когда будет расти, да не будет в церковь ходить. Да она еще выйдет замуж не советовать с родителями, да вот тебе великая эта скорбь. Я был у краевого суди, он говорит, сейчас так вот пришел фронтовик, он говорит, я всю жизнь работал на квартиру. Дочь не посоветовалась, вышла замуж. Он месяц пожил только, теперь претендует на квартиру. А я его прописал. Судья говорит, я ничего не могу, закон на его стороне. Он обманщик. Я не могу, говорит, это беззаконник. И он до того расстроен, этот фронтовик, да для кого же я тогда это работал, я хотел, чтобы все было как надо. И она меня не слушалась. И она прописалась, убедилась, да, я дал разрешение, но она прописана. Раз вышла замуж, его надо прописывать. Ну, а дальше началось сплошное безумие. Все надо делать так, как Господь заповедовал, строго, с воздержанием, по слову Божию. В третьей книге Ездры, 14 глава, 25 стих, Господь говорит о свете. Вот написано, чтобы светильники у них гаснут. А почему они гаснут? А что такое светильник? Представляете, сколько вопросов. Я нашел ответ в неканомической книге. Господь сказал, я вожгу в сердце Твоем светильник, который не угаснет. Вот это и есть благодать Духа Святого. Дам тебе такую веру, что ты, несомненно, будешь следовать за мной, говорит Господь. Ты будешь принимать скорби, печали, которые посылают очищение человека с благодарностью. Ты не возрогчишь. Ты будешь все время ревнув. И заметьте, сегодня не все пришли. И поверьте мне, что не пришли не потому, что они не хотят просто прийти, а причины у них основательные. И при том, у одних и тех же людей эти причины. А ты поставь себе с первого дня такую установку. Не сяду за стол, пока Библию утром не посчитаю. Проспала, без завтрака уйду. Не буду считать, если считать не буду. Дальше. В любом случае, я должна вырвать. Я хотела позвонить. Почему я не пришла, чтобы обо мне не беспокоились? Я обязательно приду. А то в субботу можно не прийти. Про субботу у нас не сказано в канонах. А воскресенье не будет. Тут уж мы три замечания, три пропуска, и можно человек исключать в собор. Ну и сказано-то не обо всем сказано-то. Там может быть воскресное субботним вместе увязано-то. Бывает нужда, бывает хлебоуборка, и мы понимаем и поощряем, чтобы они успели убрать, когда хорошая погода. Но зимой-то такие же пропуски идут. Значит, огонь не возжжен. И когда человеку начинаешь говорить, ты совсем мирской, он страшно обижается. Я говорю, покажи, какой огонь, где ты возревновал. Сегодня кто приходил туда? Кто занимался тем, чтобы новые души найти? Еретики, смотри, как активно действуют. Сколько они приобретают? Я сейчас так и считал, только одна община в Киеве насчитывает уже около ста тысяч человек. Ну что-то невероятное, я даже не слышал такого. Никаких, только на стадионе где-то собираться. Ну почему? Легкий путь. Они ничего не требуют. Крашеные, брюки женщины, какие угодно. Руку поднимите, кто хочет быть в раю? Все, подняли руку, все, спасенные. Это никто этого не знал. Да хоть обрезание бы какое-то было. Человек хоть какую-то боль бы испытал. Многострадальный Ио 18,6 говорит так. Когда человек неугодный Богу, то Господь допускает, что он помер свет в шатре его, и светильник его угас. Не в один день это случается. В одном месте не встал, в другом месте отошел. Как в песне теснее читаем, я вымыла ноги, стучит к ней жених, она я ноги вымыла, как я встал, и по полутоитит. А потом решила все-таки выйти, выйти, а возлюбленный мой повернулся и ушел, и взорвновалась во мне внутренность моя, и пошла она по городу искать его, и не может найти его нигде. вот так, когда Господь побуждает, ну хоть вообще наш прочитай ночью, если по нужде, или где-то придется ребенка поднимать. Господь, ты тронул сердце, ты сразу ответь на его призыв. Он очень нежно, Господь, трогает сердце. Вы сами подходите и спрашивайте, а чем я могу быть полезным? Мне нужны помощники. Я один совершенно ничего не могу сделать, это и невозможно сегодня. Один звонит все время, а другой ни разу не позвонил. Ну, видите, постепенно отпадает, я говорил, тогда еще отпадут, и пока я летом не был здесь, еще одна душа отпала, но она счистилась только, если огня никакого нет. Притча Соломона, 20 глава, 20 стих. Кто злословит отца своего и свою мать? Это все матерщинники входят в эту графу. То, что они на том свете будут? Того светильник погасит среди глубокой тьмы, вот мы и расшифровали, от чего гаснет-то. Значит, ни один матерщинник не войдет, в светильники у него грязь, он не горит, даже он верующий, даже будут приходить, а таких патриархийных, католических, там, других храмов полно людей. Ну, я думаю, у нас таких нет, я не знаю, как дома кто, даже никаким черным словом никак не говорите. Лучше перетерпеть. Даже человек ниже тебя, ты сильнее его, и тогда ничего худого не скажи, а только по слову Господню. Притча Соломона 24-20. Злой человек не имеет будущности, и свет его погаснет. Бойте зла. Особенно злые на земле, самые злые, это женщины и дети. Премудрый Соломон говорит, жены их злы, дети бессмысленны, проклят род их. А что, мужчины злые не бывают? Бывают, но, однако, в Писании говорится вот так. Или уж Бог сохраняет так мужчину. Женщина, она более ядовитое создание, потому что с первого дня она уже с дьяволом разговор завела, и где? Никто не знает, где Адам был. Почему она одна осталась? Он надоел ей уже? Как он ее упустил? Она обязательно найдет с кем разговаривать. А дьявол тебе подойдет какой угодно. Хочешь кучеряву, кучерявый подойдет. Выше тебя ростом, выше будет. Он обязательно в таком виде подойдет каким-то... Желаешь, чтобы богатый был, значит, богатый, речистый, речистый, с дипломом, с дипломом. У него все в запасе. Ты только нарисуй какую картину, он тебе не нравится такой, я тебе такой подойду. Я вам вчера на занятиях говорил. Он пошел без благословения, хотел стать священником. Дьявол его, пожалуйста, обнял и в виде голой женщины. Тебе не нравится, может, вот такой сразу раз переменяется в другой образ мгновенно. У него запас очень большой. Это профессор, артист, психолог. Притча Соломона 31-18. Рассказывается о том, как женщине легко иметь светильник всегда горящий. Когда она выполняет свою роль, когда она слушается мужа, когда она не делает абортов, рождаются дети, когда она работает, встает рано, и говорит, и светильник ее не гаснет, и все, что не начнет, она успеет. вот это 31-го глава Тричья Соломона это гимн с женщиной. И я вижу, что те девы, они пропустили очень многое. Иоанн Затауз говорит, они названы даже не женщинами, а девами. Это намек на то, что они замуж даже не выходили, но сидели и ничего не делали. А кто знает, делает добро и не делает, просто сидит сложа руки. тому грех, то непогода, то облака не в ту сторону, ветер гонит, причины разные, тому грех. Она не осквернилась с миром, она не блудился, по ресторанам не ходила, ничего не, она сидела просто дома. И оказалось, что масла не хватает, катастрофически не хватает. А в темноте ты не найдешь, где жених. Надо с светильниками выйти навстречу ему. Евангелие от Матвея 5.16 Еще раз напоминает нам Господь, так досветит свет ваш, который отражается, как луна отражает солнечный свет. Перед людьми, то есть не где-то в пустыне, а перед людьми, чтобы они видели, это прямо против монашества, что там можно увидеть-то? А чтобы видели ваши дела милосердия, ваше социальное служение в этом мире, где вы находитесь, все время ищите нуждающихся, все время развивать надо свой талант. А что я сегодня прибыль какую-то имею или нет? Как твой талант развивается? А у меня никакого таланта, я только стряпать имею. Это и есть талант. Другой скажет, что у меня таланта никакого нет, только с внучком вас талант. Это талант и есть. Всякие капризы все из него удали. Посели в нем послушание, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. И говорит, так досветит свет. Мы прямо находим ответ. Свет от добрых дел. А добрые дела от присутствия Духа Святого. Ибо Господь говорит, без меня не можешь сделать ничего. И выходя отсюда, мы еще раз воззовем Господу. Господи, мы глупые, глупые, по-русски говоря, дуры набитые. Вот какие они стояли перед ним. Дай нам мудрости, чтобы мы светильники свои поправили сейчас здесь, чтобы пришли к тебе с горящими сердцами, исполненными Духом Святым, о чем Серафим Царовский говорил, чтобы ты проставил то в жизни нашей, чтобы свет который ты дал нам мы донесли до других, чтобы люди погибающие во тне в России нашли единственный правильный путь через Святую Православную Церковь к тебе, истинному Богу нашему, Иисусу Христу. Аминь.